Девушки отдыхают Virtus.pro. Эта игра является последней возможностью для одной и другой команды попасть в сетку винеров. У Virtus.of шансов теперь побольше. Команда ВП первую игру выиграла. Team Empire на данный момент в роли отстающих, поэтому бороться надо с усиленным рвением им. Ну а Virtus.pro. соответственно надо просто не ошибаться и есть вариант закончить этот Best of 3 досрочно. Команда Virtus.pro. забрала себе Таска, забрала себе Дазла и Viper тоже отлетает в пик ВП. Со стороны команды Empire, Queen of Pain и Bounty Hunter. Ну и в баню герои с чудовищной скоростью на самом деле отлетали. У команды ВП дополнительное время вообще не использовано. Там в бан очень стремительно герои уходили. Лешрак в бане от Virtus.pro. Конечно же резолюшн не достанется. Это было понятно изначально. И Phantom Lancer в пике команды Virtus.pro. В ответ на Дизраптора от Team Empire. Саппорт крутой Дизраптор. Bounty Hunter тоже очень крутой саппорт, но... Но-но-но-но-но-но. Но... Но даже непонятно что. Если есть Bounty Hunter, то... Мне кажется, что надо Spirit Breaker куда-нибудь в баню отправлять. Под Bounty Hunter он очень хорошо отходит. Тем более Фобос только что показал, что на Spirit Breaker он нон-стоп может носиться и выносить своих оппонентов. В частности, с Bounty Hunter будет ситуация, я думаю, такая же. Либо опять же забрать Spirit Breaker себе. Но под данную комбу не очень понятно, куда он вообще зашел бы. Phantom Lancer в пике команды Virtus.pro. А это означает только одно. Затягивать игру нельзя и надо ее закончить... Как тут не затягивать с антимагом, да? Скажите, пожалуйста. Антимаг в пике. Team Empire. Сайлент забирает этого героя. Сегодня уже Сайлент на антимаге... А нет, это не Сайлент, это Virtus.pro. Сегодня играли. Сегодня Иллидан на антимаге. Плужил против команды... Ехоум. Может и сейчас получится. Кто знает. Шейкер в бане и в бане... Также Магнус. Героев Йоку отобрали. Рубик. Банится командой Empire. И... В принципе... Есть подозрение, что там Тайтхантер появится. В данном пике. А может даже и Энигма, например. Может баунти-хантера все-таки попробовать использовать не как саппорта, а баунти-хантера использовать как героя для сложной линии. Йоку отправить на баунти на сложную фармить. Ну или фармить, или хотя бы левел получать, а взять какого-нибудь Энигму в лес. Ну и Дезераптор с антимагом в принципе лайн должны отстоять. Кристалл Мейден от ВП. Последним пятым пиком. Ну и немного времени совсем остается у Team Empire. До сих пор не совсем. Понятно, кого брать на сложную линию. Но раз Рубика забанили, значит кто-то достаточно мощный должен появиться в пике команды Empire. 15 секунд у Империи на то, чтобы разобраться все-таки с тем, кого забирать. Сэнд Кинг для Йоку. Это тоже, в общем-то, по классике на самом деле. Ну и все. Сразу же разбирают своих героев. Думать долго не стали ни одни, ни другие. ФНГ будет играть на Кристалл Мейден, Фантом Ланцер, Тейли Дан. Вайпер, это Год. Дазл, это Лил. И Фобос забирает себе Таска. Со стороны команды Empire. Резолюшн будет играть на Квин оф Пейн. Алоха Дэнс берет себе Баунти Хантера. Always One of Light и Дизраптор. Йоку, это Сэнд Кинг. И Сайлент, конечно же, играет на Антимаге. Обычные башеры. Не супер... ...рарные. Золотым не светится. Поспокойнее немножко выглядит Антимаг в таком вот цветовом исполнении. И вовремя видит Антимага. Ну, в принципе, прошлый матч, я думаю, вы помните, видели, если не смотрели, скажу сам, команда Virtus.pro начала невероятно раннюю агрессию и выходки даже на медлейни от года стоили, ну, огромного количества нервов команде Empire. В принципе, я думаю, и в этом матче ВП должны действовать не менее агрессивно, у них такой стиль. Они нападают, они убивают, они зарабатывают заранее преимущества, а потом стараются додавить соперника. Ну, и почему бы не использовать это снова, в общем-то, я не вижу каких-либо объяснений. Ну, и команда Empire тоже, если хочет с Virtus.pro быть на равных и обыгрывать их, то я думаю, что агрессия здесь просто неминуема. Йокуа отправляется на сложную линию, фармить будет на Сент-Кинге против Фобоса на Туске. Алоха Дэнс уже пошел разбираться с Курьером, что здесь по запаку угода. По идее, не такой уж и запак здесь угода, чтобы что-нибудь вести себя достаточно рано. Он запаковался в танго, у него 4 своих, 2 краденых, заработанных точнее. Ну, и здесь есть Сент-Ри-Вард. Алоха Дэнс появился, Алоха Дэнс понял, что там есть Сент-Рик и ходить туда теперь, наверное, не будет. Или будет все-таки. Алоха Дэнс в спину году зашел, сразу же обрубил Вард и теперь имеет возможность гулять здесь сколько ему захочется. Пока что Незер Токсин и польза на такт тоже у Вайпера прокачена. На трипле, на сложной точнее, у команды Виртуз Про трипла из Дазла, из Фантом Лансера и тут же в трипле ЦМ-ка от ФНГ. Ну, тоже забрали своих героев, игроки команды ВП. Героев, которыми умеют играть, в частности, ФНГ на ЦМ обязательно прям постоянно юзает, использует. И отыгрывает вообще в любых матчах, если дают возможность сопернике. Сайлент уже проседает по ХП на антимаге. Кстати, по фарму тут все хорошо. Сейчас должно быть у команды ВП, мне кажется. Ну, и спокойненько Элидан подфармливает. А Элидан, кстати, лоу ХПшный. Доппельгангер у него есть. Так, в это время там... Возвращают, кстати, Элидана. Возвращают в Кинетик Филд. И он все это пытается заивейдить, и у него получается. Через Доппельгангер просто-напросто заивейдил Глимс. Ну, он такой, этот Фантом Лансер. С ним дела не просто у Резолюши на мидлейне. 6-3, против него Вайпер. От года 11 на 1 Резолюши он уже проигрывает. По фарму Фобос внизу 12 на 2, Йоку 11 на 0. Сэнкинг почти четвертого. Фобос четвертый сейчас получит. Ну и достаточно комфортная ситуация для АПЛа. Мне кажется, при наличии рядом ФНГ, который подстопит любого нападающего. И, конечно же, при наличии... Ой, ФНГ! Сквозь деревья здесь прошел. Все, никакого вообще нет. И тембилда теперь у ФНГ. И Сайвент еще и пытается фарм здесь состелить. По-моему, у него получилось. А у ФНГ вообще ничего нет. Посмотрите, абсолютно голый. Герой на данный момент Йоку там теряет ХП. Йоку уходит под собственный фонтан. Хилит в Йоку траблы, потому что Фобос здесь через Айшард, через тот же Сноубол. По идее, харасить может на старте очень жестко. Такого героя, как... Так, за годом вышли на мидлейн. Резолюшн прыгает на хайграунд. И это ФБ для команды Эмпайр. Алоха Дэнс. ЛОХП-шный, по идее, должен выкилиться. Резолюшн батлой у нас. Отхиливает Алоха Дэнса. И Алоха Дэнс, по идее, должен еще и возвращаться. С Лилом можно здесь разговаривать. Вижена нет. Ну и, по идее, Алоха Дэнс пойдет обходить сейчас Лила. Мне так кажется. ФБ от 270 голды, 290 экспириенс. В инвиз Алоха Дэнс. И все, и уже к Лилу. Нет, Алоха Дэнс пропускает. Лила не трогает его. Йоку. Лоу ХП-шный. У Йоку есть батла. Фобос, в принципе, его просто достает здесь. Сноуболами. Достает айс-шардами, конечно, здесь будут. И Валрус Панч залетать от Фобоса по КД просто. Нельзя давать свободу Йоку здесь. Фобосу это безусловно. Он это прекрасно понимает. Сноубол есть у Фобоса. Сейчас, по-моему, Йоку закончится. Хотя нет, не катится Фобос. Под Тауэр не захотел лететь. У Года 19 на 3. У Резолюшина 17 на 7. Подправил положение дел Резолюшин. И теперь хоть как-то с Годом сравнивается. 17 на 1 у Сайлент в это время. И против него 25 на 10 у Иллидана. Иллидан прямо по Тауэр. Сайлент выпрыгивает по-быстрому просто. В файте ценивариант совершенно. Йоку тоже здесь без ХП. У Йоку проблемы. Фобос тоже, кстати, по ХП просел очень даже плотно. Разменялись любезностями оба героя. У Фобоса есть 6-й левел уже. У Йоку еще половины левела не хватает до появления эпицентра. Эмпайр выигрывали по золоту. Но по фарму я вижу, что катятся вниз. Больше фарма достается команде ВП. На мидлейн прилетает Лил. Кваапа в это время забирает Вайпера. И не получается. У Вайпера что-то не так. Резолюшин. Давайте посмотрим, наверное. Есть, в принципе, вариант. Резолюшин на годом моментально. Соник Вейв, я так понимаю, сейчас будет от резолюшина Крик. Соник Вейв. И подзадуть немножечко с обратной стороны. Придумал резолюшин. 850 голды за мидлейн года. Зарабатывает команда Эмпайр. И пока что они в плюсе. Причем таком ощутимом. Тысяча с копейками по золоту. По экспириенсу чуть менее тысячи тоже для Эмпи. Полетел Сноубову еще на Флая. Флая здесь разбирает Хобос. Переместился на топлейн. А в это время Сайлент отправляется на нижний лайн. А где же Йоку тогда? Йоку на миде. Йоку не может до сих пор получить шестой левел. У него есть пассивка здесь. У него есть пару страйк второго левела и первого левела Сэндсторм. Йоку может, в принципе, уйти и в лес. Немножко подфармить. Но для этого надо хотя бы еще пару левелов. Один в Эпицентре и один Сэндсторм. Дальше уже что-то выдумывать и выфармливать себе даггер, пока у Йоку вариантов насобирать на даггер не имеется. Алоха Дэнс под Вардом. Он не знает об этом. А Сноубов об этом знает прекрасно. Алоха Дэнса не видят. Уходит в инвиз Алоха, но он, скорее всего, здесь закончится. Нет, Алоха Дэнс стоит в Шадоуоке. Не двигается. Хобос Лохэпэшный. Хобос он забирает. Алоха Дэнс близко. Ну и Йоку уходит отсюда. Года стараются забрать. В итоге Алоха Дэнс отдался. И Йоку выживает. Два в один размен. Резолюшн. Даблкилл в этом файте. Опять забирает Года. И на этот раз еще и в пачку к нему забрал Фобоса. 716 голды. Квапа, по-моему, здесь отжигает. 3600 у Резолюшна. Нетворс. Второе место у Иллидана на Фантом Лансере. И дальше уже идет Сайлент. Ну и только потом, с отставанием плотным, идет Фобос. И Год. Эмпайр, по идее, перефармливает очень неплохо своих оппонентов. У Сайлента уже есть Белт оф Стрэндж. Сейчас появится Пауэр Трэдс. Для мейнкерри команды Эмпайр. Йоку проседает по ХП. Йоку уходит у нас в Сэнд Сторм. Ну, не хватило. Просто элементарного ХП здесь Йоку. Пытался обмануть всех. Не обманул. Ну и тут сбежит Айшард. Просто дать по Олвесу на Флайу. Но Фобос не догоняет. Он это прекрасно понял. Антимаг в это время забирает на нижнем лайне Кристал Мейден. И Резолюшн... Резолюшн руну просто берет. ЦМка погибает здесь, внизу. ФНГ отправляется в таверну. Лил тоже, кстати, может слиться. Ну и как агрессивно команда Эмпайр действует. 300 голды зарабатывают за ЦМ. Но факт есть факт. Они просто бьют своих соперников. Йоку до сих пор без Эпицентра. Все в 2. Но Сэнд Сторм, я так понимаю, пойти пофармить теперь в лесу Йоку решил. Но надо где-то набирать даггер. Других вариантов я не вижу для Йоку. На линии его загнобят. Здесь плотные герои. Те, которые, если поймают, то не отпустят Йоку. Плюс на линии появляться, это все время маячить где-то перед Туском. А Туск от Фобоса, да и Фобос сам по себе. Он постоянно движется. По линиям постоянно. Агрессию в разных частях карты создает. Ну, Йоку пошел отводы самому себе делать. Теперь начинает фарм через Сэнд Сторм. Ну, такие варианты абсолютно халявные. Для Сэнд Кенга ему не надо напрягаться. Ему надо просто собрать пару крипов вокруг себя и стоять, смотреть, как крипы здесь в песках погибают. Манэйта практически не требует кулдаун. Оправдывает свой, разумеется. Ну, и у Йоку почти есть эпицентр. Я думаю, что на седьмом левеле будет прокачан именно он. Хотя, может быть, и Сэнд Сторм. Пока неизвестно. Так, ну и Иллидана будут отцеловить. Алуха Дэнс видит Иллидана. Always on a Fly уже близко. Йоку тоже достаточно близко. Нет до сих пор никакого эпицентра. Чем же убивать Иллидана? Пока непонятно. Антимаг. Уходит во вражеский лес. У нас Сайлент пошел фармить крипов. Год в это время. 47 на 13 на мидлейне. И 43 на 19 резолюшн. Резолюшн впереди по фарму. Причем очень... Очень даже плотно обгоняет своего оппонента. Ну и нижний лайн. Лила остался в соло здесь подфармить. Шестого левела у него нет до сих пор. ФНГ тоже без шестого левела. Как дела у Йоку? Йоку стакает себе. Йоку фармит. У Йоку есть седьмой левел, но эпицентра нет. Барроустрайк прокачал в три. Пока нет даггера, в принципе, и эпицентр не нужен Йоку. Видимо, решил настакать немножко побольше. Потом уже прийти и все это зафармить. В принципе, логично. На мидлейне байтит на себя резолюшн, как я понимаю. Алоха Дэнс в соло. Просто стоит, получает экспу под тавером. Сейчас будет шестой левел с треками. Другая немножко история будет по вопросам масс-файтов. Дэнс в соло. Дайя Дайя Ну как-то агрессия подзатихла, что с одной стороны, что с другой Йоку и понятное дело, что врываться никуда не будет Потому что даггер тут мастхев, иначе эпицентр сложновато вкастовать на нормальном уровне Ну ждем, в принципе ждем Ну и команда ВП тоже не особо так стремится где-то файт навязывать Они проигрывали по голде 2 с копейками Теперь проигрывают полторы почти, ну где-то 1700 И по экспириенсу 500 проигрывает команда Virtus.pro Ну и Лил в пусты спрятался Сайлент застрял, так как-то не очень удачно Ох, Сайлент приплыл Калин Блейд, юзайд Сайлент и просто валите отсюда Ну и как это вообще называлось? Что это было? Моментально все стянулись сюда, антимаг просто валит Перетянул сразу пятерых героев на нижний лайн и по-быстрому Это, это, это мув такой был? Это задумка? Это наработка такая? Бежал, застрял в деревья, проел деревья, убежал, перепрыгнул С линии на линию, пошел фармить Заработал уже на ПТ, на Персик себе, ну и осталось на Бродсворд В принципе немного еще антимагу осталось Всего лишь тысячу, но собирать даже меньше Йоку в это время уже тысячу с копейками имеет по золоту Резолюшн в это время с Пойнт Бустером Есть Угр Клаб, осталось полторы тысячи до приобретения Аганима Баунти Хантер, Аркан Бутсами, Сорпу Веном, Мэджик Уонт у Алоха Дэнса Есть у Дизраптора, ничего, вообще флай Совсем не очень по фарму здесь, ну и Хлопу и антимага мы с вами видели Давайте теперь по команде Виртус Про пробежимся Есть уже Хедреска, есть Баклер для года До Микки осталось 700 голды Есть также Гофаквила и ПТ У Тоска Пауэр Трэдс имеется, Дастов Эпериенс, Таук Шилд, Ботл Ну, такие вот мелочные, конечно, артефакты, но имеются Папера мы видели, Дазла вообще нет смысла обсуждать Фантом Лансера, Теледана Вот это интересная цель Блэйд оф Аллакрити есть, Бэмбо Половинским тоже есть Осталось 400 голды до приобретения Яши Дальше будет Манта Стай Странно, кстати, почему Выбирает именно Яшу, Фантом Лансер Наверное, Яша потом будет Дифуза А потом уже Манта Ну и ЦМка от ФНГ тоже нищая абсолютно Ничего с этим поделать не может ФНГ 780 ГП, не ГПМ, а вообще Нетворс ГПМ, кстати, давайте глянем ЦМки так Просто для смеху 144 золота в минуту Ну неплохо, как будто стоять под фонтаном Шестой левел есть у ФНГ В три Арканаура прокачена Все для команды Алоха Дэнс внизу Алоха Дэнс Баттл Фьюри, кстати, приобретает себе Сайлент 15 минуты, тайминг достаточно неплохой Это все после Пауэр Трэдс Ну и замес пошел на нижнем лайне Где антимаг? Почему не летит? Сайлент не ТПшится сюда В это время здесь Резолюшн наорал на всех Фандом Лансер забирает у нас Дизраптора Сайлент и не думал сюда лететь Алоха Дэнс под собственным вардом Понимает, что в безопасности Ну и подпиливает Тауэр в это время Сайлент Будет перетягивать команду Virtus.pro сюда, как я понимаю На мидлейн отправляется у нас Сайлент Ловят Года, эпицентр от Йоку И Года здесь заберут Сайлент должен забрать фраг Сайлент в итоге фраг этот все-таки забирает И Лидан в это время доминейтинг Лидан тоже отправляется в таверну Минус Квапан, но Также со стороны команды Эмпайр Минус Вайпер и минус Фантом Лансер Это больше, конечно, для Эмпайр Принесло 1600 по голде 2200 по экспириенсу Ну и по голде Команда Эмпайр выигрывает уже больше 3000 По экспириенсу 2200 с копейками тоже для них И антимаг пошел зажигать Посмотрите, уже в принципе Рецепт осталось только На рецепт Яшина Собирать антимагу Ну и будет уже Яша Дальше монтостайл В принципе Можно быть пожуще немножко Но он решает Сайлент первым делом Купить себе Влад Его личное дело И уходит отсюда Сайлент Фобос в соло прилетел Напугал Сайлента Даже странно, почему? Долговато еще Лил сюда должен идти Ну, тавер, скорее всего, будет отдавать Сайлент Хотя фармит Продолжает фармить Лил плюс Фобос Добили Тавер Если Сайлент И не видел Лила То понял, что он где-то рядом Потому что вроде был то с картом От Фобоса Тавер задунайл Лил Значит, как минимум Два человека там имеется Ну и пошел за мест На топ-руне Йоку Уходит из файта ФНГ Алоха Пешный Ульта пошла от Сайлента В ФНГ Сайлент Доппельгангер Ой, Сайлент Элидан Доппельгангер И дальше В сторону Алоха Дэнса Упрыгивает отсюда Йоку У Йоку есть уже Даггер Ну и у Йоку Все, по-моему, хорошо Складывается 64 крипа Одна смерть всего лишь у него Так, замес дальше Продолжается Алоха Дэнс в Инвизе И чуть было не подстрял Алоха На каких же диких соплях Он отсюда уходит Все, в кусты ТП аут моментально Год, 18 минут Года уже есть Баклер Так, поймали у нас А как так получилось? Это эпицентр получился Давайте смотреть Что за бред Такое пропускатель Нет И еще Не только эпицентр Йоку Готов раскастоваться Под Иллидана Ну-ка Йоку В это время Квапа Йоку уже раскастовывается Ждет Квапу Ну и Задник Просто с Иллиданом случилось Немножко подразорвало Немножко подразорвало Иллидана Иллидана где-то рядом И Сайлент Не боится пока Пока что не боится В принципе Диффузов нет у Иллидана Проблем быть не должно За Иллиданом прыгает Сайлент Ну и два Кири Друг против друга Начинают тут меситься Ну и кстати После Владмера Уже почти на Яшу Денег достаточно Антимагу Собственные леса Сайлента Сверхзадача Фармить больше Чем это делает Фантом Лансер Пока что По-моему Это получается Более чем 8200 у Иллидана И у Антимага 10700 Ну и Иллидан Ой Иллидан Резолюшн на мидлейне Ловит у нас Проблемка От Фобоса И упрыгивает Резолюшн Выживает в итоге Фобос Айшард потратил Сноубол потратил Валдурс Панч Резолюшна Запилили Резолюшн при этом Выжил И ушел Куда как можно подальше Фобоса закрывают у нас В Кинетик Филде Фобос Под Шалу Грейвом Дазла Алоха Дэнс Не может подойти ближе Тут в принципе и Вижн Вроде как и отсутствует И за Алоха Дэнсом Фобос направился Сюрикен Фобоса Доигрался Фобос У нас на скрипке Отъехал Фобос В Таверну Счет становится 11-8 Хотя и Баунти Хантер Тоже Здесь отвалился Его забирает Фантом Ланс Ну в принципе Баунти Хантер Не настолько дорогой Насколько дорогой Фобос Так что в плюсе Должны быть Игроки команды Эмпайр Так и есть 380 голды Они заработали Против 160 780 По экспириенсу В общей сложности Команда Эмпайр 1006 Уже выигрывает У своих оппонентов Ну и что по Главным артефактам По важным артефактам Аганим есть у Резолюшна У Сайлента Есть уже Яша После Яши Тысяча голды Сайлент Начинает просто отжигать Уже до 600 Поднимается ГПМ Сайлента Это на 21-й минуте Это дохрена Друзья мои Это дохрена Дефюжал Блейд Появляется у Фантом Лансера У ПЛ-468 У Сайлента Почти 600 Так Туз какое-то время Рассыпается на Нижнем лайне Йоку Раскастовал Эпицентр И у Йоку нет Маныш Спрятаться в Сэндсторм Да и Сэндсторм Там был уже проюзан Йоку разменяли на Фобос Тут не уверен Что полноценный размен В пользу команды Эмпайр Нет Здесь Виртуз Проб Больше заработали Их было вокруг Больше Денежки тут все получили Ну и Фобос Отъехал 9-12 Становится счет В это время Сайлент Уже подпушивает Под хайграунд Что ты делаешь Прекрати 2-4-100 На руках у антимага Ну и вся команда Эмпайр Из тех кто жив То есть все кроме Йоку Стекаются уже на мидлейн Сайлент Будет к друзьям идти Или не будет Смог должны провязать Как я понимаю Здесь игроки Команда Эмпайр Нет никаких смоков Просто Сайлент Вот кстати смоки Но это от ВП появились Сайлент Доедает здесь крипов В принципе сейчас должен Идти приобретать себе Эммм Альтимейт Орб Сайлент остается здесь Пролонируется какой-то файт Или что это такое Просто Напросто Отменил Сайлент Эммм ТП на нижней лайн Ну потому что Резолюшн пошел Фармить А Сайлент пошел Энджин Отдоедать здесь Сейчас и эта пачка Потом еще одна И по идее Сайлент должен Заработать уже себе На Манта Стайл Как дела у Иллидана У Иллидана 150 на 14 крипов 240 у Сайлента Поменьше конечно у Иллидана Но При этом Достаточно уверенно И хорошо идет Фантом Ланс У него есть Яша У него есть Дефюжил Блейд У него есть Владмир Ну и Манта Стайл Уже у Антимага 540 сверху для Сайлента Заходит команда ВПМ На Роху Сайлент должен лететь Отсюда Нельзя здесь оставаться Упрыгивает Сайлент И упрыгивает отсюда Квапа Ульта от ФНГ В принципе В никуда Сайлент пошел Отъедаться Я так понимаю За счет крипов Кинетик Филд От Лосуна Флай Статик Шторм Ну вот поймают Флайфлай развалят Сайлент просто пытается Отхилиться Лоу ХПшным прыгать В файт Это бред Волный был бы Двоих потеряла Команда Эмпайр При попытке выйти на Рошана Причем вышли на Рошана Одни А умерли совершенно другие Антимаг прыгает на ФНГ Манта Стайл Ульта Минус ФНГ Сноубол здесь на Сайлента БКБ Ой БКБ Блинт у него есть Но Антимаг кстати может здесь И не дожить Антимага развалили Ой как же сильно лагает Атан Это просто жесть Антимаг еще что-то говорит Недоволен Конечно недоволен 1600 голды подарили Команде Виртуз Про Эмпайр и Рошана Вместе с Аэгой Ну и Аэгой достается Аэгой достается А кому Аэгой достается Я не понял Я не понял А ну-ка А ну-ка Вайпер уничтожил Эйджис Что такое Это 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 что Вайпер разбивает Аэгу Это при том что Отжали Роху Вообще без вопросов Абсолютно Ох там Покрутило конечно Пацанов Виртуз Про Проигрывают 7500 по голде И по экспириенсу Миней пяти Яул приобретает Себе Йоку Точно такой же Запак был на Шейкере В прошлой игре Просто вместо Транквил были Аркан Буцина Йоку То же самое Блинк Даггер Яул Никаких Форстапов Ничего подобного Просто быстро бегать Ребят Кто живой то В пол седьмого утра Запилите плюс В чат Чтоб Иметь хотя бы Представление Желательно Каждый кто Кто умеет писать И у кого есть клавиатуры Чтоб я знал Сколько нас вообще Активных На данный момент Имеется в чате Антимаг забирает Тауэр внизу В общем-то Подсейвить тауэр Не вариант У 28 хп всего И квапа пришла И забрала просто Тауэр у антимага Чтоб крипт не забрал Если что Ну и на топлейне Команда ВП Отвечает точно тем же Тоже здесь на соплях Тауэр В глиф у нас уходит И по сути ВП забирают Вы без проблем А вот ВП Кстати не смогли Тут крипов Переластхитить И крипы забрали Тауэр Молочаги Эмпайр Выигрывают по золоту Семь тысяч По экспириансу Три Для империи Ну и немножечко Подостановились Команды Резолюши У Резолюшина Уже есть шива После купленного Аганима У нас давно не было Модного приговора Давайте запустим В неочередной выпуск Сайлент с Манта Стайлом С Паттл Фьюри Владмиром И 3000 на руках У него есть Это много Баунти Хантер С Меккой С Аркан Бутсами 1100 на руках У Алоха Дэнса О чудо какое-то Алоха Дэнс Не сливается И зарабатывает при этом Сэнд Кинкот Ёху 1000 голды После Юла Даггера У Дезраптора Ничего Аркан Бутсы Только И Квин оф Пейн Мы видели 1100 После Шивы И Аганима Со стороны команды Виртуз Прог Для Меркейп Есть у Лила Есть у него Аркан Бутсы Есть у него Гем ФНГ Вайпер Приобретает себе Аганим Также Мека Также Хэнд оф Медас И Павер Трэдс На дэмэдж Не много всего Но с другой стороны Достаточно Полезный для Тих Ну и Таск Блинк Даггер Есть Медальонов Кураж 1700 На руках В принципе Фобос Может По данному пику Приобрести себе Дизолят Раз он уже пошел В минус деф Ну и здесь Фантом Лансер От Иллидана Алтимейт Орб готов Есть Яша Есть Дефьюжел Блейд Солар Крест Появляется у Таска Ну и ЦМК От ФНГ Есть Транквил Буцы Больше в принципе ничего Только такие Вспомогательные Полуартефактики 8000 золота Эмпайра И Экспириенс 4000 в пользу Команды Империя Толпой пришли Отжимать топ руну И какие команды Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Где их еще искать Это надо сюда идти или это надо сюда идти Это далековато По нижнему лайну решил немного заработать Есть Ultimate Orb, есть Яша В принципе, ПЛ может сейчас Манта Стайл уже Заиметь себе Но я так понимаю, Лидан не будет этого делать Лидан будет Айовскади собирать Из данного Ultimate Orb, а потом уже подумает Об Манта Стайле Сайлент просто на одиноком Вообще, пошел под Хайграунд, крипы конечно сыпятся Теперь очень быстро иглсонки есть у антимага Эй, ПТ на силу Сайлент, ПТ на силу ПТ на ловкость, Сайлент Ой, на ловкость, на интеллект Когда блинки делает Ай, какой скилловой чувак, да? 2700 на руках у антимага В принципе, все Деньги есть на приобретение Деньги есть на приобретение Баттерфляя Антимаг отправляется у нас уже На Эншентов Так, одну секунду В принципе, все Там Сен Сторм у меня был, но это так Ненадолго Есть Баттерфляй Полностью готов У антимага данный артефакт Ну и теперь по демаджу, конечно, АМ до хрена всего имеет Я думаю, что следующим артефактом, скорее всего, Башер будет заходить к антимагу Потому что есть необходимость контролить фантом-ланцером Ну и вот, пожалуйста, фантом-ланцер у Теллидана Достаточно классическая схема Если вдруг на будущее будет смотреть Покупается Яша, после этого покупается Ultimate Orb Ты думаешь, что это Монтостайл, это Монтостайл Я все знаю, это Монтостайл Нет, это не Монтостайл, это Если все нормально по фарму идет, то это Скади Ох, антимаг влетел-то неудачно Висни, дота, валит отсюда Сайлент очень быстро Ну здесь, конечно, диффузами расковыряло лицо антимагу Кто здесь вообще ману выжигает? Ну и антимаг психанул, ушел отсюда Ну вас нафиг вообще С вашей дотой Сайлент пошел искать другие места для фарма Десять тысяч золота Империя Экспириенс шесть тысяч тоже в пользу команды Эмпайр Продолжение фарма от антимага Антимаг уже двадцать первого левела На тридцать первой минуте это прям многовато Алуха Дэнс Бросил Сюрикен и просто умер Вот так решил распорядиться своей судьбой Появляется Айвэ в Скаде у Фантом Лансера Две сто хп У антимага всего лишь 1600 хп Вот чего действительно не хватает Айему Так это хп-шки Вы видели, что происходило с ним? Начинает нарезать по Фобосу Айшард куда полетел? Непонятно Тут уже пролаги дикие, наверное, из-за количества людей Или хрен знает из-за чего Из-за того, что может дота долго была запущена Уже половина скиллов не отображается Но буду озвучивать их Сайлент Ман доставил проюзал Иллюзии просто вырезают ФНГ напрочь причем Прыгает Фобос Йоку Не так далеко У Йоку дагет проюзан Форстав есть Йоу есть Резалюш нацепляют Под дефюжил блейдом Резалюшну очень больно Он оттуда уходит Но ФНГ просто бегает от иллюзии ФНГ Как неприятно ему стало Обычная хрупкая девушка И таких люлей навешали иллюзии антимага Что просто жесткач 2 500 на руках у Сайлента Я думаю, что Надо думать о башере Не будет башера Не будет, в принципе, нормального контроля Тем более башер это хп дополнительный для антимага ПТ на силу, башер в руки И это, по большому счету Дополнительные Ну, 500 хп это точно Что-то купил себе АМ АМ себе приобретает Блэк Кинг Бар Через совсем чуть-чуть Сгруппировалась команда ВП на мидлейне Ну и антимаг продолжает фармить По крипам 417 По нетворцу Что там у Сайлента? 714 И общий нетворц 22 600 У Сайлента против 15 000 Фантом Лансера На 7 кусков переопережает Сайлент ПЛ Не жирно ли? Резолюшн 15 300 Так же, как Фантом Лансер Ну и год 15 тоже, как Резолюшн То есть Резолюшн То есть год такой же, как Фантом Лансер Ну и антимаг тут всех, конечно, перещеголял Это плюс, это вот то, что антимаг выигрывает у Фантом Лансера Как раз это все и формирует графики и преимущества команды Эмпайр ПЛ пошел убивать драконов Сейчас, в принципе, будет с БКБшкой антимаг Тут действительно не хватает просто хеллспоинтов элементарно антимагу, чтобы переживать замесы В него-то, естественно, ЦМ-ка вгрызается там с Фростбайтом Естественно, летают всякие вайперы с вайперстрайками Все это надо и вейдить Надо переживать рассказ Тузка, если вдруг заплужил А здесь БКБ, во-первых, дает ХП тебе А во-вторых, и заплужить сложновато БКБ включил и забил вообще на все Ну, ждем, замесов у нас тысячу лет уже не было Здесь вайпер убил Алоха Дэнс Это было на минуте-минуте тридцатой, наверное А здесь вот все закончилось на двадцать пятой по нормальным разменам Хотя это Тавр, это Тавр Ну да, вот последний килл Нормальный, когда общий список киллов Здесь Сайлент убил антимаг Нет, точнее, антимаг Сайлент убил ФНГЦМ-ку А это было на двадцать второй минуте Сейчас у нас тридцатчетвертая, двенадцать минут без замесов Но только одинокий вот этот фраг от вайпера Поехали на Алоха Дэнса Лоу ХП-шная Алоха Не очень удачно Кинетик Филд и Стадик Шторм ставят Олесу на флай, Йоку видит Иллидана Иллидан начинает настреливать по Йоку Где в это время антимаг? Там кто-то кого-то пилит Сайлент почти развалил Тускара Сайлент бьет здесь иллюзии Фантом Ланс В принципе, мана ему не очень нужна Йоку врывается у нас с ультой Сразу же в Сэнд Сторм отправляется Йоку ФНГ поднимает с себя ветра И антимаг просто наваливает Но это уже просто задница какая-то с дотой творится Гот напиливает по Йоку Йоку отваливается Сайлент дерется против Иллидана Ну и это просто супер замерз Доппельгангер от Иллидана И Сайлент передамажил в итоге Фантом Лансера Вот это я понимаю, битва Титанов В 2700 сразу же Сайлент получился в этом файте Я не знаю, что-то здесь надо продавать И думать с башерами Потому что если вот такие валидольные файты С Фантом Лансерами организовать То никакого дэмэджа ни у кого не хватит Ну и ПЛ Так, кстати, папа себе принесла Сайт оф Вайз Резолюшн уже затаренный Ну просто до задницы И антимаг что-то выложил Выложил Владмир Сайлент Ну и, по-моему, тут запахло Абисал Блейдом Каким-нибудь Все-таки вещь необходимая И надо антимагу Думать о Дополнительной дамаге Или хотя бы ОХП Или о дамаге Или вообще ни о чем не думать Формить дальше крипов Выдвигается на линию Нижнюю антимаг Будет заставлять байбекаться Кого-то или что Или просто пошел поформить Ну быстренько вырезает, конечно, лайн АМ Это неудивительно У нас 37-ая минута И у АМа 27000 нетворс Как ты это делаешь? 750, 766 даже у антимага Более чем до хрена Здесь с иллюзиями АМа Разбирается Фобос Разбирается Лил Иллюзиями АМа Пошли вырезать саппортов На хайграунде Ну и есть уже 14000 преимущества Империи И 12 с копейками Тоже для данного коллектива Команда ВП Что у них тут по эскейпам? Куда вообще деваться? И что делать? Иллидан должен убивать В файте Но у него нет Какой-то одной конкретной Точечной цели В принципе, антимаг может Просто месить всех вокруг Фобос Лоу-хпшный Фобоса По идее здесь должны забрать Сноу-бул от Фобоса И покатиться Очень далеко Фобос Дайоку докатился И сразу Дагирау Делает у нас Фобос Фобоса глимсует назад Что-то Что-то переусердствовал Даггер здесь Ну и конечно Много всего Уже на карте появляется Еще раз говорю Дота просто с ума сходит У нас 12-й час Трансляции Или больше даже Да, наверное 12-й час трансляции Зак... Сейчас уже практически 7 часов То есть почти Почти 13 часов Я в эфире Ну круто Поздравляю Те, кто с самого начала Со мной Вы просто Молочаги Команда Эмпайр Готова заходить На ХГ У Сайлента 2900 на руках На байбэк Если что есть Но здесь есть Чуаэга И она через 2 минуты Пропадает Ее надо На что-то разметить Иллюзии В принципе Сайлент Сжигает за секунду Иллюзии ПЛ Немного ударов Совсем надо Антимагу Иллюзии ПЛ Сыпятся Ну и команда Виртуз Про Не собирается Просто так Запускать на свой Хэгграунд Оппонентов Хекс пошел По Элидану И Сайлент Просто разворачивается Перед Тауэра Почему основной Сайлент Не бьет Антимаг Сыграет Тауэр На топ лейне Дальше По иллюзиям Теперь по барак Гот пытается Наплевать по Антимагу Сайлент Уплевать У него есть В принципе Баттерфляй Не так уж и больно У него есть Таэггра Поэтому ее можно Разменивать Но он стоит Просто пилит Барак Ранжевой Барак умрет Неужели оно Того стоило Выпрыгивает Сайлент Отсюда Гвардиан Грифс Команда Эмпайр На помощь Пришел Алоха Дэнс Ну и Эмпайр Отходит Полетел вниз Резолюшн Будет в это время Фармить У него есть В принципе Аганим Тут любая пачка Быстренько Рассыпется Ну и Сайлент С компанией Отсюда уходит У Сенткингай Есть уже Плейтмейл 2400 на руках У Йоку Будет появляться Шивас Гвард Насколько я понимаю ДД для Сайлента 500 500 демеджа С руки У Антимага Просто бей-беги Хоть заходи И сноси Спокойненько На тупом сторону Сайлент прыгает У нас на Иллидана Если сейчас Иллидана зацепит Иллидан Пойди здесь Рассыпется Просто В пух и прах Выталкивает Иллидана Сайлент не подходит У него ДД Напомню еще раз Заходит на хайграунд Попа уже Разорвалась на всех Резолюшн Шива Непокому не попадает Ну здесь Конечно же Очень сильно Бэкдор протекшн Решает Где Йоку У Йоку есть Эпицентр Йоку отходит Вдруг команда Виртус Про Пойдет дальше Ну и пропадает По-моему ДД у Антимага Так и есть Антимаг Съел Муншард Вот оно что Вот оно что Муншард Съел у нас Антимаг Хорош Покушал Ну и МКБ Появляется у Сайлента В принципе По дамаге Он теперь чокнутый Просто переключи ПТ на силу Не беси меня Переключи ПТ на силу Сделай что-нибудь Будь сильнее 14 тысяч золота Империи И 12 с копейками По экспириенсу Тоже в пользу Команды Эмпайр Ну и как там дела У ПЛ Тут такая минута Что И такой пик Что тут битвы Титанов В принципе теперь Решают В основном Два героя Один с одной стороны И Ну наверное два С одной стороны Два с другой У Вайпера Аганим есть Есть БКБ Есть Мека Есть Хенд оф Мидас У Фантом Лансера Уже Айрскади Яша Для ПЛ Дефюжил Блейд И БКБ И Владмир На самом деле Очень мало У Элидана На фоне того Что есть У Антимага 19200 здесь И 27 У Сайлента Ну вот они Каждый слот В получше В полтора раза Чем у Фантом Лансера Ну и нет вариантов Теперь Фантом Лансеру Баттерфляй Собирать Это уже поздновато МКБ Все-таки есть У Антимага Вообще Антимаг Против кого Тут МКБ Здесь Солар Крест Тут узко Йоку ловят Йоку Наверное Никуда отсюда Не отправится Сайлент Пошел по всем Статик Шторм Под ноги ФНГ Но здесь просто Пошаговая стратегия Лоу ХПшный Резолюшн Надо будет срочно Перезапускать Если что На третью игру Татан Потому что он Меня с ума сводит Потеряли Йоку Игроки Команды Эмпайр И Виртуз Проп Потеряли своего Капитана Погибает Кристал Мэйд Владмир Собирает Баунти Хантер У Квапы Появляется Актерин Кор Вот это я понимаю Пацаны фармят Ну и БКБ У Туско Фобос С Блэйкен Баром У него есть Блинк Даггер У него есть Солар Крест А что там В это время Фатум Лансер АПЛ уже начинает Проигрывать по Фарму Квапе У Резолюшн 23 фактически Тысячи По золоту Актерин Кор Есть Сайт Уф Вайс Шива Сгвард Аганим Пауэр Трэдс Я думаю Что и Кирасу Было бы неплохо Квапе приобрести Для всех Потому что Ни у кого Больше вариантов Таких нет У Олвейс Вана Флая Еще Тысяча Тристо До появления Аганима Ну и Где Супер Рэмбо А этот Супер Рэмбо Фарми Фантом Лансер В это время Алоха Дэнса Убил Как ты здесь оказался Что ты здесь делал Алоха Дэнс Сколько можно У нас Статистика есть О том что Алоха Дэнс Умирает больше всех За матч Раз Восемь В среднем Ну Вот Еще как одно доказательство Шива для Йоку Уже Готово Осталось принести Все Йоку Шива с Гвардом 18-18 По сути равный счет А по графикам В общем-то 16 тысяч В пользу команды Эмпайр И 10 тысяч По экспириенсу Тоже в пользу команды Империя Ну и антимаг Уже 25-го левела 45-ая минута В общем Нетворс 31 тысяча По сути Семислотовый антимаг Потому что он съел Муншард И Тем самым Вот так вот Половиночку слота Себе добавил Скорость атаки 0.34 В секунду Это означает Что 3 удара В секунду Наносит антимаг Это при том Что Каждый удар От него Это 400 Дамаги 400 Охренеть Просто сколько То есть В каждую секунду Он 1200 С руки Срезает Любому герою Ну В зависимости Там От количества Дэд ПТ Выкладывает Антимаг Забирает Аэгис Сайлент Все Без ПТ Но здесь Есть Мунт оставил Ну Кое-как Бегает 346 В принципе Не так уж и плохо 355 У Дизраптора В общем-то Нормально 370 Баунти Хантер Ну Нормальная такая Скорость бега Для антимага Не самый быстрый Ну и не самый медленный В принципе Здесь 374 У Фантом Лансера У антимага Эээ 346 Не критично Ему надо стоять И бить Не думать о том Как сильно И куда бежать Ну и команда Эмпайр По нижнему лайну Движется Топлейна уже нет Медлейн пока Еще стоит Скорее всего Будут заходить По низу И сейчас Будет по сути Одна из наиболее Важнейших Бит Этого Матча Сайлент Выпрыгивает Из Айс Шарда Иллюзии Фантом Лансера Не проблема Для антимага Это уже Тревожный звонок Для команды Вертус Про Вп тусят Спокойненько Себе на Хайграунде Ждут своего часа Ну и все Крибы подошли Если крипов Сейчас не забирать То зачем спрашивать Состоять так долго Прыгает антимаг Прямо на Года Год лоу хп У Аэма Еще есть У нас Мановой Ну и здесь Сноубол Прячется у нас Туз Это просто Жестяк Вообще Нихренище Не видно Сайлент Сайлент Нарезает По Иллидану Нет башера И нет Собственной контроля Над Иллиданом И антимаг Упрыгивает Назад на Т3 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 пилится Очень быстро Иллидан Разваливает Тихонечку Резолюшно Прыгает дальше Сайлент На Лила Сайлент Скорее всего Аегу здесь теряет Хотя нет Еще пока Живет Все А Эджис Потерял Башер Приобретает себе Антимаг И забрать Вряд ли успеет Сразу Просто уходит Абисал Блейд Ну и катит Конечно Сайлент Это Проблема Для него Ну и нижний Лайн Практически Спушен Сайлент В это время Прыгает на Мидлейн Ловит его ФНГ Сайленту Пофиг Вообще Просто стоит И пилит В это время Тауэр И начинает Нарезать По Фантом Лансеру Лоу ХПшный Пл Иллидан Здесь под Шалоу Грейвом И по идее Иллидан Приземлится Сейчас Наспорт Так и случилось Иллидан Отправляется В таверну Сразу же Байбэк От Иллидана Сайлент Пилит Барак В это время Один Второй Мидлейн Сыпется Нижний Лайн Уже Рассыпался Сайлент По сути Может и не Переключаться На героя Но переключается На Иллидана Начинает Нарезать руки Иллидану Иллидан В Сайленте И совсем чуть-чуть Осталось Фантом Лансер Для того Чтобы умереть Ну и все Это конец Разваливается Иллидан Сайлент Не допилил Барак Ну тут уже Без вариантов Команда Виртуз Про Пишет ГГ Эмпайр Выигрывает Второй матч И очень Даже жестко Выигрывают На самом деле Заруба Получилась Колоссальных Масштабов Один из моих Любимых Экшенов Когда Супер Пупер Мейнкерри Против Супер Пупер Мейнкерри И они стояли И просто Месились Лоб в лоб Конечно Антимаг Гораздо больше Перефармин У него 8-8-2 ГПМ На фоне Фантом Лансерова 485 Это вообще Запрещено